Марк Бабот, военный эксперт, подполковник Генштаба Израиля в резерве, с нами сейчас на связи. Здравствуйте, Марк. Здравствуйте. Желаю всего наилучшего в Украине в победе над вратом. Это абсолютно взаимно. Марк, вот хотелось бы уточнить, давайте оттолкнемся от последней информации. Почему такое обострение возникает между, получается, фактически ООН и предложением Израиля? Ну, хотя бы на время выведите свои войска. Это какой-то межличностный конфликт? Мы уже понимаем, что персоной нон-грата стал генсек ООН Антонио Гутерриш. И вот обращение непосредственно Нитаньяху ни к чему не привело. Как вы понимаете эту ситуацию? Почему так происходит, что действительно представители ООН становятся заложниками той ситуации, той операции, которую проводит армия Израиля? К сожалению, это не ново. Я лично был ранен в 1982 году 50 метров от объекта ООН, который должен был охранять этот участок дороги, который вел на восток Ливана. И мы это видим уже не первый год, не первое десятилетие, когда солдаты ООН с трудом могут защитить себя. А когда им приказывают люди с оружием не видеть то или не знать это или не допытываться об этом, то они так это и делают. К сожалению, это не ново. Если мы берем на политическом или на глобальном уровне из всех решений, резолюции ООН, я думаю, что больше двух третей они направлены против Израиля. И несмотря на то, что Израиль и по количеству населения, и по территории составляет едва ли какую-то ничтожную долю сотого процента населения и площади всего земного шара. Тем не менее, и получается так, что когда Хизбалле нужно атаковать Израиль, то ООН им абсолютно не препятствует. А когда нужно Израилю ответить на ярое такое, на такую атаку Израиля, которое началось 8 октября, то вдруг солдаты ООН и силы Юнифил, так это называется в Южном Ливане, они вдруг становятся на дыбы, понимая, что Израиль никогда намеренно не стреляет по объектам ООН. И поэтому они могут быть сильны на тех, кто соблюдает международные законы. Поэтому Израиль, понимая, что тут мы ведем войну не «nice to have», а войну на выживание, то мы обязаны действовать так, как необходимо. Вы знаете, во многих местах ракетные установки Хизбаллы находятся буквально в фундаментах или рядом с фундаментами объекта ООН. Как это объяснить, если это не объяснить только тем, что они помогают или хотя бы даже не обращают внимания на то, что делает Хизбалла в Южном Ливане? Напомню, мандат подразделения Юнифил – это именно исполнить одну из последних резолюций, 17.01, о полном разоружении отрядов боевиков Хизбаллы и вывода их из Южного Ливана в соприкосновении с израильской границей. А между тем Израиль находит, вы знаете, я вам только дам такую иллюстрацию. Израиль создает в рамках Министерства обороны израильского и в рамках армии новое подразделение, которое будет заниматься трофейным оружием и внедрять его в армию обороны Израиля. Мы количество трофейного оружия, которое уже вывезено из газы и которое сейчас выводится из Ливана, это просто не передается осознанию. Это может вооружить полностью несколько пехотных бригад. Полностью. И именно это вооружение сейчас будет передаваться в наши подразделения с тем, чтобы использовать их против наших врагов. Да, действительно, ООН, ссылаясь на свой мандат, отказывается. Это все понятно. Но вот уже призвали президент Франции, Маниэль Макрон, премьер-министр Италии, Джорджио Мелони, и премьер Испании Педро Санчес. Осудили обстрел армии обороны Израиля, миротворческих сил ООН. Как будет действовать дальше Израиль? И мы видим, как Пентагон уже призывает Израиль к дипломатическому решению конфликта, урегулирования, вливания. Но вот какие дальше будут действия Израиля? Как будет реагировать на такие призывы? Я хочу только ответить. Я бы хотел посмотреть, что бы сделал Макрон и Франция, если бы южный город Марсель, допустим, или Леон, атаковала группа террористов из Алжира, убив более 1500 и похитив более 200 человек в заложнике. Я бы хотел посмотреть, как Франция реагирует на такую ситуацию. Поэтому, да, к сожалению, это продолжает то, что мы говорили в прошлом вопросе. Все международное общество, вся организация объединенных наций абсолютно постоянно голосуют и действуют против Израиля. Напомню, что в организации объединенных наций более 50 стран мусульманских и арабских. И поэтому у этих решений априори есть антиизраильская тенденция. Тем более, что, если мы говорим совокупно, более 50 миллионов мусульман живут в Европе и влияют на этот конфликт именно в сторону мусульманских стран или организаций. И во Франции, и в Испании. И снова, если там будет восстание в Старой Европе, восстание мусульман, не факт, что Франция, или там Испания, или другая государственная, победят. У них нет достаточно для этого ни армии, ни полиции. Поэтому Израиль должен действовать, исходя из своих жизненных интересов. Пока еще США поддерживают Израиль, понимая, что если мы прекратим военное действие, Израиля не будет в ближайшем будущем. Потому что, если из этого конфликта Хамас и Хизбалла выйдут победителями, то, вы знаете, надо будет тушить свет в Израиле. Ну вот, возвращаясь еще и к потерям, такие, ну, честно говоря, я даже удивилась армии Израиля. Вот Хизбалла атаковала двумя дронами Камикадзе военную базу Израиля. Один из которых был сбит в районе Хайфы. Второй ударил по военной базе рядом с Бен-Ямином на севере страны. И вот в результате погибли четверо ванных служащих. 58 получили ранения разной степени тяжести. Это сообщили в армии обороны Израиля. И число погибших и раненых, вот, как говорится, в сообщении стало самым большим с момента нападения террористов Хамас, да, на Израиле 7 октября прошлого года. Как вы видите причину всего, казалось бы, два дрона и такие потери? Вот, смотрите, как для сравнения. 48 дней впервые, да, ночь в Украине без обстрелов шахедов и иранских дронов прошла эта ночь спокойно, впервые. За 48 дней. А каждый день по 45 и свыше дронов сбивают наши воздушные войска. А тут два дрона. С чем вы объясняете? Это действительно низкие высоты, потому не сработала вовремя воздушная тревога. К сожалению, я знаю лично, что Украина предлагала Израилю совместные действия по нейтрализации дронов, исходя из того, что Украина очень большой трагический и позитивный опыт уничтожения таких видов поражения. Израиль со своей высокомерностью, со своими неприкасаемыми ВВС отмахивался от этой проблемы, не видя ее актуальность. К сожалению, то, что было, между прочим, полиция сообщила органам наблюдения военных ВВС на севере страны о том, что жители докладывают о том, что летят дроны. И ВВС решила, что это дружественный летательный аппарат и закрыла этот инцидент. Буквально несколько минут после этого был взрыв на базе молодых бойцов бригады Голани на севере страны. К сожалению, очень много. Он попал прямо в столовую, там, где буквально в этот момент ужинали сотни новобранцев. К сожалению, четверо погибли, пятеро тяжелораненых, но, к счастью, они уже вне опасности в больницах. И очень много ранений легких от осколков, потому что там это было буквально на месте и разлетелись страшные осколки. И, конечно же, конечно же, Израиль работает над какой-то системой, лазерной системой. Говорят о том, что она уже находится в стадии проверки на боевых позициях. Тем не менее, пока еще это очень большая опасность. Израиль многие месяцы или годы отмахивался от нее, думая, что ВВС, наши самолеты, это панацея от всего. К сожалению, не без этого. И мы платим за наши высокомерия очень дорогую цену. Я надеюсь, что такие случаи будут в этой войне все меньше и меньше. Хотя наши ребята учатся на самой территории. И действия в Южном Ливане идут очень и очень профессионально, очень и очень осторожно. В большинстве своем боевики из Балы убегают или уничтожаются. Они не принимают прямой бой. Израиль вытаскивает из этих туннелей логистических море оружия. И мы продвигаемся буквально деревня за деревней. Я хочу сказать, что те деревни, большинство из них шиитские, которые предоставили Хизбале логистику и возможность, и базу создания атаки на Израиль. Мы находим документы, мы находим компьютеры, в которых говорится о том, что эта атака была готова. Если бы они начали вместе с Хамасом 7 или 8 октября, я не думаю, что мы бы так и говорили спокойно, как сейчас говорим. И тем не менее идут обстрелы. Хизбала — это не прогулка. Несмотря на то, что Израиль уже три раза уничтожил все высшее руководство этой организации, это далеко не прогулка. На местах, на тактических уровнях, рота ниже, есть еще боевики, которых необходимо обнулить и уничтожить все возможности Хизбалы в будущем атаковать Израиль. Для этого необходимо очень много времени и очень много взрывчатки. — Будем надеяться, что к более массовым атакам именно с дронами Камикадзе Израиль будет готов. Мы видим, что предварительно иранские дроны Камикадзе модели ZIAD-107. Если больше у нас шахеды в Украине, то здесь мы видим уже какие-то новые дроны. Мы понимаем, что Иран только наращивает систему дронов, и надо будет готовым к этому. И вот далее, если говорить о защите, есть такая вот еще информация от Пентагона. Там объявили о развертывании в Израиле противоракетного комплекса TED с американским экипажем. Об этом заявил представитель Пентагона Патрайдер. И согласно заявлению, по приказу президента США Джо Байдена, министра обороны Шалуэд, Тосин одобрил развертывание в Израиле дополнительной батареи для усиления израильского противовоздушной обороны после ракетных атак Ирана 13 апреля и 1 октября. И вот в Пентагоне подчеркнули, что эта батарея дополнит интегрированную систему ПВО Израиля. Что можете сказать об этом комплексе TED? Потому что мы о нем еще пока не слышали. Как он работает? Как он в системе израильской тем более будет работать? Система ТААД – это американская мобильная система противоракетной обороны в стратосфере на расстоянии примерно 200 километров. Она почти эквивалентна нашей системе ХЭЦ-3, стрела-3. И дело в том, что она немножко более массовая в своем развертывании. Там есть 6 или 12 пусковых установок. На каждой есть несколько десятков таких вот противоракетных ракет. Они уже, я это знаю лично, они заинтегрированы в израильскую систему ПВО, то есть во все радары. Они все говорят друг с другом на электронном уровне. И есть даже такие как бы системы, которые просто подключением, они буквально вписываются в израильскую систему ПВО, которая, напомню, состоит из четырех ярусов. И вот эта вот система как бы должна дать дополнительную защиту на стратосферном уровне. То есть мы видим, что 181 баллистическая ракета до сих пор, которая была выпущена Ираном, это самая большая баллистическая атака в истории войн. И мы видели, что несмотря на то, что мы сбили большинство, огромное большинство, более 90% этих ракет, все равно некоторые долетели. Не точно попали на открытые местности, тем не менее. И вот эта вот система, батарея, она практически закроет те небольшие открытые пространства, которые все еще оставались в Израиле. Напомню, Израиль малюсенькая страна, и практически такая батарея покрывает всю территорию Израиля, что, конечно же, не актуально в другом государстве, которое больше или... А это, в принципе, дополняет наш первый и второй уровень защиты. То есть в стратосфере, против стратегического оружия, против баллистических ракет среднего радиуса действия. А на ближнем, конечно, уровне это железный купол, и выше его волшебная палочка и проща Давида. Так что я думаю, что это просто... Американцы показывают, что они не очень хотят, чтобы мы атаковали массированный Иран именно из-за выборов США до 4 ноября, чтобы все-таки не помешать выбору американца в день выборов президентов. Это там шаткая история, абсолютно. Я с вами согласна. Но вот как раз в контексте этого важно еще что обсудить. Вот Израиль, говорят, сузил круг целей для ответного удара по Ирану. Об этом сообщил канал NBC со ссылкой на официальных лиц США. Нет никаких признаков того, что Израиль будет целить по ядерным объектам или совершать атаки. Ударить ее планируют по военной и энергической инфраструктуре. Ну и в то же время, конечно же, СМИ сообщают, что Израиль еще не принял окончательного решения относительно того, как будет действовать. Но вот меня что интересует. Почему такое беспокойство касательно ядерных объектов в Иране? Если можно понять в контексте, конечно же, выборов, касательно ударов по нефти, по нефтебазам, а тут понятно, может повлиять на цены мировые перед выборами. Это не очень интересно, скажем так, для политиков США. Это понятно. А вот почему ядерные объекты нет? Вы знаете, я думаю, что тут как бы это идет по принципу, мы все равно, Израиль, как отдельное государство само, не может обнулить ядерную программу Ирана. Это исходя из нескольких факторов. Главные объекты ядерной программы Ирана находятся глубоко в скальной породе. То есть вырыты, если можно так выразиться, в основании гор. И поэтому сами выходы или выезды, туннельные выезды из этих инсталляций, из этих объектов, они находятся глубоко внизу ущелья. Поэтому тут недостаточно никакой авиации и, во всяком случае, конвенциональным оружием это не взять. Кроме этого, есть еще около 30-40 главных объектов, которые они рассредоточили уже после того, как Израиль уничтожил ядерный реактор Ирака, а потом и Сирии. И поэтому они начали программу, которая длилась почти 15 лет, рассредоточивание ядерных объектов. Ядерные объекты Ирана можно поразить эффективно только при участии международной коалиции, включая наземные спецподразделения, которые смогут обозначить цели и так далее. Поэтому с самого начала не было разговора о том, что Израиль атакует ядерные объекты Ирана. Если это будет по-другому, то будет по-другому. Но я вам хочу сказать, что есть достаточно целей экономических, нефтяных, газоперерабатывающих мест. Это примерно 4-5 мест, которые абсолютно не защищены ПВО Ирана, которые вообще считаются на очень низком уровне. Поэтому у Израиля есть достаточно целей. И я надеюсь, что все-таки это произойдет в ближайшем будущем. Спасибо вам, Марк, за то, что нашли время. Для нас всегда рады видеть Марка Бабота, военный эксперт подполковника Генштаба Израиля, в резерве был с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного. Редактор субтитров А.Семкин